Когда я начал работать на Люцифера, то должен был контролировать три города. Столицу Анголы, Республика Конго и столицу своей страны. Люцифер выделил мне для этой миссии 600 тысяч демонов. У меня было 6 ведущих демонов, с которыми я работал. Это демоны Аллах, он же и Дух Ислама, Дух Алчности, Дух Каст и Бакис, которые ответственны за алкоголизм, Дух Кайман, это аллигатор, а также демон табака, и Дух Блуда, и Убийства. Я сотрудничал с этими 6 ведущими демонами. Женщина ты или мужчина без разницы. Но если ты имеешь сексуальные отношения во сне, я хочу предупредить тебя. Быть осторожным. Эти демоны, которые называются духовными мужьями и женами, они очень опасны. Этот демон может являться в образе твоего мужа или жены, или в образе того человека, которому ты завидуешь. Также, если ты мужчина, который похоть увлечется за женщиной, и ты постоянно думаешь о ней, то этот демон, скорее всего, придет во сне в образе той женщины. На самом деле, этот демон очень уродливый. Я работал с ним. Если бы вы могли увидеть его, то он похож на что-то гниющее. Он зверь. Но использует лица людей, чтобы прийти и досаждать своим жертвам. Если это происходит с вами, то вам нужно освобождение. Именно этот демон ответственен за аборты и выкидыши. Он также используется ведьмами и колдунами. Это падший дух. Также и взаимодействует с духом скорби и духом разрушения, который влияет на финансы своих жертв. Жертвы – это те люди, на которых они повлияли. Если этот демон в тебе, то ты, возможно, сможешь выйти замуж или жениться. Но в дальнейшем точно разведешься. Потому что эти духовные мужья и жены очень ревнивы. Вы заметите, как мужчина изменяет своей жене и идет к другой. Или же, как жена изменяет мужу и идет к другому. Все это происходит, потому что они духовно обручены. Вернее, связаны с этим демоном. Также эти духи – причина странных смертей. Небрежность – это демонический дух. Многие христиане нейтрализованы этим демоном, который также действует с духом ленивости. Например, когда ты хочешь помолиться или прочитать Библию, или послужить Богу, но не можешь, то знаешь, что дух лени и небрежности в действии. Эти демон передаются христианам через телевидение. Конечно же, ты можешь смотреть новости, но телевидение – это дверной проем или же портал для демонов, чтобы входить в людей. Потому что дьявол действительно контролирует картины по телевидению, которые передают демонов людям. У дьявола нет чувств к человеку. Даже если ты служишь ему, ты можешь принести весь мир в жертву для него. И, конечно же, он может дать тебе все материальные вещи, которые ты хочешь. Но в тот же самый момент он уже определил время твоей гибели, смерть. Вот что получает награду тот, кто усердно служит ему. Когда я работал на дьявола, то заметил, что неважно, как усердно ты служишь ему, он все равно даст тебе задания, которые за пределы твоих возможностей. С тем намерением, чтобы разрушить тебя и бросить в ад, или же сделать тебя больным. Именно так он относится к тем, которые заветесь дьяволом. Они этого не понимают, что неважно, сколько всего ты сделал для него. Он никогда не будет любить их, потому что в нем только тьма. И невозможно ему любить когда-либо. Это не его природа, любить. Я был очень близок к нему. Я был с ним каждый день. Он приходил в мой дом и говорил, мне много секретов. Но в то же время он заранее уже планировал уловить и бросить меня в ад на мучение. Господь помиловал меня, потому что многие, которые достигали моего уровня в оккультизме, уже давно брошены в глубины ада Люцифером. По своей благости, Бог дал мне возможность остаться в живых, чтобы вы сейчас приняли эти скрытые знания. Дьявол очень активный и быстрый. Всякий раз, когда его обличают, то он реагирует на эти меры. Есть один ужасный демон, демон некромантии. Он появляется всякий раз, когда кто-либо теряет своего любимого человека. И тот начинает разговаривать уже с мертвым человеком, уже с мертвым во время похорон и после. Ты должен понять, что когда кто-то умер, то его больше нет. Даже если этот кто-то поддерживал. Но если ты продолжаешь с ним общаться после того, как прошли его похороны, то в данном случае ты вызываешь дух некромантии. Когда кто-то умер и его похоронили, то избегай общения с ним, как будто он тебя слышит. На самом деле ты вызываешь демона. И для того, чтобы теперь избавиться от него, тебе нужно будет освобождение. Когда кто-либо погибает в грехах, есть демон, который зовут Красный Дракон. Последний император кладбища. Он очень длинный, у него нет головы, он скелет с пятиметровыми ногами, он всегда имеет с собой кнут. Погибшие, которые были не во Христе, подчиняются власти этого дракона. И он мучает их. Этот демон бьет мертвых душ кнутом. В результате чего вы можете заметить порой, как у умершего человека иногда идут слезы, или же он потеет, или его нос кровоточит. Погибший может находиться на земле до 40 дней в ожидании кладбища. И потом приходит демона и утаскивает его в центры земли, в ад для суда и наказания. Дьявол исполняет суд, используя Библию. Также дьявол использует 10 заповедей Божьего Завета для суда. Он также проектирует жизнь этого человека на большом экране, с самого его рождения и до момента его смерти. Там все записано. Демон Геба ответственен за извращенный характер среди молодежи. Она не работает одна, но сотрудничает с богиней Жаклин, с богиней Мария Магдалена, которая поклоняется в католицизме, и с богиней Маджиэла. Они сильные падшие духи с параллельного мира, тьмы. Я работал и сотрудничал с ними. Богиня Геба в прошлом была почитаема людьми, как Зевс и Геба. Геба был виночерпием для богов и богинь горы Олимп, подавая им нектар и амброзию, до тех пор, пока не вышла замуж за Геракла. Эти демоны влияют на молодых людей, ведя их в сексуальную бездраственность, развращение и мастурбацию. Я хочу сказать, что когда они занимаются анонизмом, то их сперма собирается в параллельном мире. Этот демон Геба также привлекается при отсутствии гигиены. Ваше нижнее белье всегда должно быть чистым. Дух блуда работает очень усердно в последние времена. Сексуальная бездраственность – главное оружие, используемое Люцифером, против христианских служителей и лидеров церкви. Когда я работал на Люцифера, то был действительно очень занят. У меня были совещания с сотнями тысяч демонами, каждый день, которые были назначены мне. Я отправлял их влиять на женщин и мужчин для извращения и поведения. Женщины использовали игрушку или даже банан для самоудовлетворения. Даже те, кто были действенницами, лишались своей чистоты через такие извращения. На других было оказано влияние, чтобы они занимались мастурбацией. И это становилось их нормой жизни. Сегодня женщины разрушили свои тела. Люди делают эти вещи сначала у себя в разуме, но для Бога они уже сделали это. Я помню, мы вводили демонов в одежду. Я советую всем вам, кто покупает одежду, прежде чем носить их, помолитесь и осветите ее одежду кровью и Христа. Есть демон, который называют мужской дух. Он ответственный за гомосексуализм. Когда этот дух входит в мужчину, то он заставляет его вести себя, как женщина. А когда входит в женщину, то заставляет ее вести себя и одеваться, как мужчина. Есть два демона, работающих в сфере сексуального извращения. Дух гигантизма, который увеличивает мужской орган, и дух гормон, который уменьшает размер женского органа. Если это случилось с вами, то вы должны быть освобождены. Эти духи влияют на тело женщины, делая их грудь больше и привлекательнее для мужчины на улице. Вы можете заметить, что молодая девушка очень привлекательна своим телом. Она не спит с мужчинами, но выглядит так, как будто занимается этим. Я работал когда-то с этими двумя духами. Демон Санкай и демон Тумбукту. Санкай — это демон ответственен за музыку. Он очень опасен и работает все 24 часа в неделю, то есть без выходных. Если демоны пытались войти в тебя, но им не удалось, то они идут за помощью к Санкайу. Это демон мирской музыки. Когда светские люди поют, в их песнях присутствуют именно демоны из ада. И они поют не музыку, а своего рода заклинание или же мистическую молитву. Если ты поешь или повторяешь слова этой песни, то ты проклинаешь себя и приглашаешь демонов в свою жизнь. Будь осторожен. Если ты включаешь телевизор, и там идет мирская музыка, сразу же переключай канал. В противном случае ты приглашаешь Санкай в свой дом. Даже если ты являешься великим служителем Бога, но если ты даешь этой музыке, в которой содержится магическая и мистическая молитва, и если ты даешь этой музыке, в которой содержится магическая и мистическая молитва играет в твоем доме, то это создает портал для демонов в твою жизнь. В современной музыке они цитируют имена сильных демонов из ада и поют заклинания и магические молитвы. Танец, который люди танцуют по всей Африке, в наши дни называется Мдоболо. Но это имя одного мощного демона. Музыканты очень сильно окунулись в оккультизм. Даже христианские музыканты входят в завет с демонами для того, чтобы стать популярными. Я встречал многих из них в подземном царстве Люцифера. Помню христианского певца, который я встретил в царстве Люцифера. Он принес жертву своего собственного сына для своего альбома. И когда вышел альбом, то находился в топ-чарте. В этом альбоме пели демоны, и инструментальный ритм заколдовал слушавших, даже христиан. Помню, как у нас была конференция в царстве тьмы против христианских певцов. Мы приняли резолюцию, чтобы очаровать их, дать им дух гордости, когда ты слушаешь мирскую музыку, ты будешь одержим демоном Каст и демоном Бакис. И они будут воздействовать на тебя, чтобы ты получил привычку выпивать и впоследствии стать алкоголиком. Я посещал собрание Люцифера, и целью этого собрания было создать копию Кока-Колы и Фанты, используя при этом менструальную кровь и мочу. Возлюбленные, обычные люди и понятия не имеют, что они пьют, едят и что носят. Демон табака будет влиять на тебя, чтобы ты имел привычку курить. После моего задания я был вызван Люцифером в мир Панденониум. И он сказал мне, Густав, мой герой, мы выиграем очень много душ, только очень малое количество избегает нашей силы. Ты работаешь очень хорошо. Он также сказал, мы должны надавить на них с той целью, чтобы их Бог поскорее пришел и взял их с земли. Так как придет Иисус Христос, чтобы забрать свою церковь, то после этого вся земля будет отдана нам. Он сказал, что после восхищения церкви, все золото и драгоценные камни этого мира, подземного мира и подводного мира, будут выброшены на поверхность. И тогда мы построим новое золото, правительское царство, в котором будем властвовать над людьми, как боги. Все это было ложью. Он обещал мне новое царство, но он мне врал, так как знает, что сам скоро будет брошен в Огненное озеро. Так как я должен был воевать против церкви, Люцифер дал мне святых демонов, эти демоны исцеления и благословения, с целью соблазнить людей Божьих. Боря того, мы располагали материальными вещами Божьих людей для того, чтобы привлечь их. Если они поддаются нашим соблазнам, то тогда мы вводим у них гордость, блуд, алчность, любопытство, что впоследствии сделает так, что Дух Святой уйдет, войдут святые демоны, после чего этот человек будет оперировать под демоническим помазанием. А демоны любопытства влечет его в оккультизм. Помню, когда я впервые встретил Люцифера, он прочитал мне откровение 12 главы и 12 стих, в котором написано, «Итак, веселись небеса, и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Он сказал, что этот текст говорит, что он является правителем земли. Тогда я спросил, «А что насчет того, что там написано, тебе осталось мало времени?» Он ответил, что я не понял данное описание. Это говорится про нынешнее время, период нашего завоевания душ. Тогда Люцифер сказал, «Ты должен пойти распространить ВИЧ среди сексуально извращенных людей». Я ответил, что уже послал демонов для этой миссии. Тогда Люцифер сказал, «Помнишь, что ты обещал мне, когда мы встретились в первый раз? Ты обещал выполнить все, что я скажу тебе. Физический мир – это одна большая ловушка дьявола против человечества. Все, что ты видишь – машины, дома, одежды, компьютеры, драгоценности и роскошь – все эти вещи – уловки дьявола, чтобы вовлечь нас в ад. Люди и дети Божьи привлекаются и соблазняются этими вещами. Если ты гонишься за этими вещами, то ты будешь уничтожен вместе с ними. Я работал с демонами, ставок, демон эгоизма, демон роскоши, демон немощи и болезней. Вы можете заметить в Библии, как Христос исцелял больного, просто изгоняя из них демонов, так как именно они ответственны за ваши болезни. Есть разные виды демонов, их миллиарды здесь на земле. Ты можешь выйти на улицу и попросить Христа открыть тебе духовные глаза, хотя бы на минуту. Возлюбленные, вы увидите миллионы и миллиарды демонов. Их больше, чем людей. Есть дух, который зовут блуждающий демон. Он ходит и ловит слова проклятия и заявления, которые выходят из уст человека. Если демон появится лицом к лицу с тобой, то ты не сможешь взглянуть на него дважды. Тот факт, что такие существа живут внутри людей, означает лишь одно – разрушение.